Напомню, это программа «Интервью» и сегодня мы говорим о туризме. Мария Сергеевна, подскажите, пожалуйста, ведь наверняка туризм – это не только объекты, которые можно посетить, а это отрасль. Да, скорее всего, не одна, а то, о чем вы в начале нашего разговора стали говорить. Очень много людей, организаций вовлечено в эту сферу. Вы сказали, что 89, да? То есть это порядка 100. 39 видов деятельности, то, из чего может формироваться турпродукт. То есть, соответственно, это объекты размещения, объекты питания, объекты показа музея, либо там различные какие-то выставочные комплексы, локации, туристические комплексы. Это все, что связано со сферой услуг, с бытовыми услугами. То есть оно тоже сюда как-то ложится в любом случае. Турпродукт формируется от комплекса. Получается, вы со всеми взаимодействуете, либо это как-то стихийно получается? Нет, стихийно у нас ничего не получается абсолютно. То есть вся работа системно выстроена, отрасль большая, отрасль разная. Мы взаимодействуем и с транспортными компаниями, и с экскурсоводами отдельно, отдельно с муниципалитетами, поскольку на территории конкретного муниципалитета, да, находятся определенные объекты. Мы взаимодействуем с туроператорами, турагентствами. То есть это, так скажем, я их называю там кружки по интересам, да, потому что у каждого свои вопросы, свои задачи и свои направления, которые необходимо развивать. Но в любом случае это все должно развиваться в комплексном системе, потому что невозможно развивать что-то одно, допустим, да, но при этом, ну, то есть невозможно, там, например, создавать какой-то турмаршрут, при этом не имея транспорта и санитарных остановок на дорогах. Кстати, вот речь о них, да, еще несколько лет назад, я помню, это действительно была такая проблема, о которой вроде как неудобно говорить вслух, а она существует, потому что если приехали гости, то хочется не упасть в грязь лицом во всех смыслах, да. Насколько я знаю, теперь тоже этот вопрос не только решается, он и решен. То есть есть где остановиться, да, есть эти точки, чтобы люди вышли комфортно, дошли и до санитарной зоны, и здесь же где-то, может быть, кофе выпили, чай. То есть вот это не мелочь, правильно? Это не мелочь, это очень важно. Вообще в туризме мелочей в принципе не бывает, потому что когда человек приезжает, первое, то есть это же впечатление, это же эмоциональный такой фон, да, который остается у тебя от посещения того или иного места. Мы сами, когда куда-то приезжаем, ну вот, даже если так задуматься, первое, что мы помним, где мы спали, что мы ели, на каком автобусе мы ездили, и только потом, если все вот эти вот составляющие, они достаточно хорошие, комфортные, и только потом мы понимаем, что где мы что еще посмотрели, что мы увидели, где мы удивились, где мы сфотографировались, и из-за этого складывается общий положительный, позитивный фон. И если все элементы выстроены достаточно качественно, комфортно, то это может гарантировать возвратность человека. А возвратность в туризме это как раз тот элемент, тот критерий, на который в принципе туристическая отрасль работает. То есть турист должен вернуться, а желательно еще и не один, с семьей, с детьми, с друзьями, ну то есть вот таким образом. Либо порекомендовать кому-то, и тогда это будет работать уже как вот цепная реакция такая. Скажите, а как агентство туризма и продвижения Тиминской области помогает участникам этой сферы, то есть какие-то обучающие программы? Я точно знаю, что есть программа обучения для экскурсоводов. То есть казалось бы, экскурсии в советское время водили, и то, что называлось новейшей историей, но тем не менее, вот причем они появились относительно недавно. То есть речь о количестве лет, не десятилетиях обучения экскурсоводов. Почему такая необходимость возникает? И только ли экскурсоводов обучают, может быть, и в других сферах? Да, на самом деле тоже здесь достаточно комплексный подход. Мы разделили. У нас есть цикл обучающих, подготовительных мероприятий, которые мы проводили в прошлом году, в этом и будем в следующем проводить, потому что нельзя останавливаться на самом деле. Обучение здесь даже не то, что вот никто этого не знал, а сейчас мы вас чему-то научим. Нет, смысл не в этом. Смысл в том, чтобы улучшать навыки, да, то есть получать какую-то новую квалификацию, расширять свой кругозор, понимать, какие бенчмарки на сегодняшний день есть и какими можно пользоваться именно примитивно к нашему региону. Смотреть какой-то международный опыт, смотреть, как развиваются другие там регионы и как они за счет чего сделали какие-то интересные истории. У нас сами программы, они по направлениям выделены. Вот вы уже правильно сказали. Какие направления, да? Да, вы уже правильно сказали, экскурсоводы, это отдельное направление. Отдельно у нас проходили обучение и стажировку в этом году туроператоры компании. Был прямо выезд в Москву на территориях крупных туристических компаний. Была организована стажировка с участием руководителей, первых руководителей этих крупных компаний с погружением, так скажем, полностью в процесс, с терминологией, с какими-то информационными продуктами. То есть было раскрыто, как изнутри строится крупный туристический бизнес. Отдельно у нас были мероприятия для представителей муниципальных образований. То есть в администрациях у нас тоже трудятся люди, которые занимаются туризмом, это и комитеты по культуре, это отделы, это есть отдельно взятые специалисты. То есть это тоже очень важно, поскольку муниципальные образования, они все-таки должны работать в связке с туроператорами. И здесь сам формат обучения был логично выстроен с точки зрения того, что туроператоры у нас проходили стажировку отдельно, муниципалитеты отдельно, а потом в какой-то момент мы их сплели вместе. Ну, то есть, в принципе, получилось интересно и очень результативно. Отдельно у нас обучение в этом году прошли службы такси, отдельно у нас обучение в этом году проходили базы отдыха, отдельно мы провели обучение такое достаточно емкое по объему и по направлениям, которые были озвучены в рамках цикла мероприятий. Это сфера хорики, это отели, рестораны, кафе, все, что связано с сибирской кухней, с построением меню, с подачей, безусловно, с сервисом, поскольку это немаловажная составляющая. И здесь, конечно, основной упор мы делаем на город Тобольск. То есть, все-таки он у нас по-прежнему занимает первое место среди городов, которые больше всего интересуют туристов, правильно понимаю? Тобольск занимает, безусловно, да, но вопрос в том, что, почему именно обучение там? Да, почему? Потому что там больше запрос именно на размещение и на гастрономию. То есть это со стороны туристов запрос? Это со стороны туристов запрос, конечно. Ну и местный тоже город второй по значению. Не может он быть, так скажем, упущен из виду. На сегодняшний день в Елутровске тоже такие обучения проходили, и в Ишиме проходили обучение, и семинарские занятия прошли, именно лекции от спикеров прошли и в Тюмени. Но и на Тобольске было больше практики. Было больше практики, потому что город все-таки как туристическое направление, такое второе, да, там после города Тюмени, конечно, необходимо прокачивать именно с точки зрения сервисности, клиентоориентированности, всех вот этих нужных и важных подходов. А кто проводит обучение? Наши местные специалисты, либо приглашаете? По-разному, по-разному. В большей степени мы привозим специалистов сюда. То есть, например, по Хорике у нас все, что связано с отельерами, с рестораторами, в этом году Ругути с Российский государственный университет, туризма и сервиса, как раз вот зашли полностью на эту программу. Если говорить про туроператоров муниципалитетов, это Ассоциация туроператоров России, самая крупная, которая на сегодняшний день у нас существует, их много, да, но вот самая крупная, которая закрывает практически 80% туристического рынка в стране, вот они проводят тоже такие мастер-классы, стажировки, и вот как раз с их помощью мы взаимодействовали. Меня заинтересовало то, что касается обучения в службы такси. Какие требования, может быть, предъявляются к службе? Речь о водителях или о тех, кто принимает заказы, хотя теперь у нас есть приложение, поэтому вроде как минимальное общение с дополнительными какими-то сотрудниками. В общем, что за требования? Кому и какие? Вопрос даже не то, что требования, да, есть определенные критерии по, так скажем, по водителям такси, которые работают с гостями, с туристами. Это фейс-контроль? Да. Ну, это один из критериев, конечно, но это не самый главный критерий. Вообще, изначально история родилась тогда, когда мы сами, прилетая от кого-то из командировок и заказывая такси в нашем международном аэропорту Рощина имени Менделеева, мы много раз экспериментировали на предмет того, что задавали вопросы, а что у вас за город, и что у вас интересного? Я вот первый раз в Тюмени. А куда здесь можно съездить? И вы знаете, ну, очень разные были ответы, которым мы удивлялись, некоторые пугались таких вопросов вообще. У таксиста просто пропадала, то есть он проглатывал язык, абсолютно не хотел с нами разговаривать, смотрел, думал, что вообще какие-то странные люди. Хотя казалось бы, такой простой вопрос. Элементарные вопросы, да, на самом деле они вводят в ступор. И это как раз говорит о том, что как туристическое направление там нас не воспринимали, и сами люди, которые здесь живут в нашем регионе, в нашем городе, конечно, к этому еще относятся так настороженно. Но очень большой отзыв и отклик мы получили от служб такси, которые принимали участие в этих тренингах, именно по подготовке водителей для работы с туристами. Что сказали? Это очень полезно. Это очень полезно. Это не только для работы, так скажем, только с туристами. Потому что на самом деле приезжих же очень много, а мы к туристам относим, в принципе, всех тех, кто хотя бы один раз переночевал. Это уже турист. Если ты разместился в отеле, либо где-то в средстве размещения, то, соответственно, ты уже относишься к этой категории людей. И, безусловно, обладать какими-то еще дополнительными знаниями о нашем городе, о нашем регионе, помогать людям как-то ориентироваться на местности, подсказывать им. Это делает любую службу такси еще более клиентоориентированной, еще более отзывчивой. И это формирует имидж не только службы такси, но это формирует имидж города, имидж региона в целом. Поскольку это такие, опять же, вроде бы маленькие детали, но, опять же, они очень важны. Потому что, еще раз повторюсь, что в туризме не бывает милочей. Но, опять же, наверное, если задает человек вопрос, что у вас здесь можно посмотреть, и, допустим, водитель молчит, либо там что-то вообще показывает невероятное с помощью мимики, мимика же бывает чаще более говорящая, чем слова, то наверняка возникает вопрос, что если местные ничего не могут посоветовать, то, может быть, действительно делать нечего, и такой некий негатив может возникать. Ну, я надеюсь, что как раз после тех мероприятий, которые мы проводили, будет наоборот все. Будет лучше. Я с вами согласна. Прервемся вновь на рекламу и продолжим через несколько минут.